Всем привет, вы на канале ZEF, а с вами Каксид Александр. Сегодня мы с вами поговорим о лучшем фарме месяца в Red Dead Online. Декабрь в этом году выдался довольно удачным, хоть и нет нового контента, зимних обновлений, но все же всем игрокам Rockstar предоставляет возможность заработать и не только долларов РДО, но и золото, а также можно получить много опыта, если вдруг кто решил всерьез прокачать уровень своего персонажа, то декабрь это тот самый месяц, а в общем сегодня есть что вам рассказать, друзья. Друзья, перед началом ролика к вам будет небольшая просьба, поддержите канал вашей подпиской, а ролик вашим лайком, это очень важно для нашего канала и послужит для меня отличной мотивацией и дальше создавать для вас контент. Всем заранее спасибо за актив. Как вы уже знаете, данный месяц Rockstar посвятила роли самогонщик и скажу так, если вы еще не знакомы с данной ролью, то сейчас самое время ее прикупить, ведь на роль действует не только скидка, но увеличенные выплаты за продажу самогона, а это значит вы прокачаете роль максимально быстро, правда самогон по готовке оставили как есть, на брагу скидку не сделали, но скажу так, заморачиваться с понижением цены на брагу не стоит, поэтому покупаем за 50 долларов, ждем 48 минут и продаем за 450 долларов, итого чистой прибыли 400 баксов в час, но не все так просто. Ребята думаю уже начали писать, мол Зев, собирай каждый день карибский ром, цветок коллекционный и вари дорогой самогон на 500 баксов, выгоднее же, на бумаге оно да, выгоднее, а вот на деле не всегда есть покупатель на такой самогон, а вот на какой всегда будет, так это ягодный пирог, из 100 доставок только один раз не было покупателя на данный самогон, поэтому готовим самогон на 450 баксов ягодный пирог и радуемся стабильному фарму долларов РДО и опыту, кстати по опыту точно не скажу, но прилетает примерно 2000 опыта, что также неплохо. Думаю, что среди игроков и зрителей найдутся и те игроки, которые любят выполнять задания незнакомцев, так вот в этом месяце они имеют просто отличный бонус к выплатам, но как всегда есть одно но, за задания незнакомцев мы получаем доллар РДО, опыт и золотые слитки, так вот в этом месяце мы получаем тройные выплаты, но правда только по долларам РДО и опыту, а вот золото начисляется в стандартном режиме, а значит снова нам не видать больших выплат золотых слитков. И вот теперь пришло время поговорить о очень безумном фарме в этом месяце, даже наверное самым лучшим в игре, когда его добавляют, это конечно же режим к оружию. Рукстар приятно удивляет нас ближе к новому году и делает двойные выплаты по всем трем направлениям, а именно доллар МРДО, опыту и золоту. И стоит напомнить вам, что в режиме к оружию начисление золота происходит не по времени, а фиксировано за каждую успешно пройденную волну, а именно 0.1 золотой слиток за волну. А так как сейчас удвоенные выплаты, то мы будем получать по 0.2 золота. По итогу успешного прохождения режима к оружию сейчас это вариант зима. За 10 волн вы получите 2 слитка, примерно 600 долларов РДО и опыта около 6000. Стоит сказать, что пройти все 10 волн та еще задача. Если у вас команда собрана, то на режим к оружию у вас уйдет минут 35-40. И за такое время выплата очень большая. Но что делать, если вас интересует золото и выиграете 1? Тут все просто. Так как золото начисляется строго за каждую волну, то можно проходить по 3 волны и получать по 0.6 золота. То есть запускаетесь, проходите 3 волны, расставлять ботов не нужно. Как только начинается 4 волна, умираем и жмем повтор. И начинаете заново. Таким образом, за предыдущие волны вы получите золото, доллар РДО и опыт. Правда долларов РДО и опыта не так много. На прохождение трех волн у вас уйдет минут 8, а 0.6 слитка за 8 минут просто безумный фарм золота. Так что нужно золото быстрее в режим к оружию. Но стоит запомнить, что как и торговец, бутлэгерство при игре в режиме к оружию не работает. Поэтому в декабре у вас будет очень сложный выбор. Что же для вас в приоритете? Доллар РДО и опыт или все-таки золото? Выбирать каждому свое. Если выберите доллар РДО и опыт, то немного компенсировать золотые слитки можно за счет заданий незнакомцев. Они никак не влияют на работу бутлэгера, кроме кровавых денег, а именно перспективы. А вот выберите золото, то не беда. Деньги в РДО всегда можно заработать в большом объеме и без увеличенных выплат. Я рассказал вам о самом выгодном фарме в данном месяце. Он получается очень выгодным, но придется решить, что для вас в приоритете. Заданий не так много, но фарм на роли самогонщика очень легок. Самое главное, не забывайте мои советы и фарм получится у вас только в радость. Всем спасибо за просмотр ролика, надеюсь он вам понравился и был полезен. Если это так, то с вас подписка и лайк, и комментарий. И давайте попробуем набрать 350 лайков, чтобы на канале выходило как можно больше роликов по РДО онлайн. Всем до встречи, друзья!